Лучше решить одну задачу несколькими способами, чем несколько задач одним. Сегодня будем решать одну задачу второй части ИНГ тремя способами. Речь пойдет о тринктрическом уравнении, который советую решить сначала самостоятельно, хотя бы одним из способов. Условия перед вами. Косинус 2х плюс 3π на 2 равен косинусу х. Итак, первый и, пожалуй, самый популярный способ. В левой части используем формулу приведения, либо формулу косинус суммы аргументов. Получим синус 2х и, по известному тождеству, это разложится в 2 синус х на косинус х. Дальше достаточно легко вынести косинус х за скобки и получить произведение равно нулю. На х в этом уравнении не было никаких ограничений, так что смело можно сказать, что либо первый умножитель 0, либо второй умножитель 0 – это и будут все наши решения. Отметим на тригонометре точки, в которых косинус равен нулю. Одной из серий их можно записать так – π на 2 плюс πn. Теперь еще одно уравнение. Где синус равен 1 второй? Здесь есть тоже две точки, а именно π на 6 и 5π на 6, которым стоит придать периодичность 2πn. Итоговый ответ можно дать в виде совокупности. π на 2 плюс πn, π на 6 плюс 2πn и 5π на 6 плюс 2πn. Готово. Теперь более оригинальный способ. Существуют формулы, которые позволяют преобразовать сумму триметрических функций или разность в произведение. Вот, например, одна из таковых. Разность косинусов преобразуется в произведение синусов, а именно синус полусуммы, синус полуразности с коэффициентом минус 2. Чтобы эту формулу воспользоваться, для начала перекинем косинусы справа, части в левую, и вот у нас разность косинусов. Пишем синус полусуммы аргументов. В данном случае это 3x плюс 3π на 2, и все это пополам. Полуразность – это x плюс 3π на 2, и все это пополам. На коэффициент минус 2 можно разделить. У нас получилось произведение равно 0. Рассуждаем, например, так. Когда синус равен 0? Это вот в этих двух точках с периодичностью π, то есть числитель нашего аргумента должен быть равен 2π, ну или n, как у меня здесь, где n целое число. x находится делением на 3 в чистом виде. Дальше есть второй множитель. Он дает вот такие вот корни. 3π на 2 перекинем направо, и получим на самом деле уже ответ. Посмотрим, что это за точки. Минус π на 2 с периодичностью 2π на 3 дает 3 вот таких вот точки, а минус 3π на 2 дает одну точку на тригонометре. И вспомните, это то же самое, что было у нас в первом способе. Ну что, второй готов. И, наконец, самый красивый способ, на мой взгляд, третий. Видел я скан одной работы, где ученик, решая вот такое уравнение, видимо, рассуждая как с показательными или логарифмическими уравнениями, решил, что если слева косинус, справа косинус, то значит равны их аргументы. Правда ли это? Не совсем. Вот, например, косинус 60 равен косинусу 420. И слева 1 вторая, справа 1 вторая. Это верное равенство. То есть нужно было бы учитывать периодичность. Например, это можно поправить так. Это решает проблему? К сожалению, не совсем. Смотрите, какая еще ситуация возможна. В силу того, что косинус функция четная, косинус 60, например, равен косинусу минус 60. Это тоже надо учитывать, например, вот таким плюс-минусом. Давайте проследим ту же самую идею на тригонометре. Представим, что левому аргументу соответствует на тригонометре какая-то определенная точка. И у нее есть вполне конкретный косинус. Правый косинус будет равен ему, если отстоит на полный период. С другой стороны, есть еще одна точка. Вот она, у которой точно такой же косинус. И если первая была с плюсом, то вторая просто с минусом. В итоге два случая. Либо левый аргумент равен правому, с учетом периодичности, откуда легко находится х. Либо левый аргумент равен минус правому, откуда тоже без всяких проблем находится х. Тут уже пора писать ответ. Х либо минус 3π на 2 плюс 2πк, либо минус π на 2 плюс 2πк на 3, где k – целое число. На тригонометре это вновь те же самые точки. π на 2, π на 6, 5π на 6 и 3π на 2. Ну что ж, вот и третий способ готов. Если вы хотите закрепить успех, чего я очень советую, порешайте задачки, которые находятся под видео. Мыслите критически. Занимайтесь математикой. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова